привет друзья сегодня ночью вышел патч 730 на котором будет играться international и который будет с нами думаю еще месяца 4 точно изменений в нем ну очень много при этом трогали только героев по-новому дота вряд ли будет играться ведь общих изменений почти нет да и каких-то новых систем тоже и новой экономики и всего такого нет глупо было бы ожидать чего-то подобного от патча перед интон в любом случае в этом видео мы пробежимся по самым основным и значимым изменениям патча которые мне бросились глаза в первую очередь более подробный и точный анализ мет и выйдет на этом канале чуть позже когда все устаканится и будет понятно что к чему сейчас только прогнозы ну и да по поводу прогнозов перед началом видео хочу напомнить вам про свой телеграм-канал в последнее время я много слежу за просцены и довольно успешно прогнозирую исходы матчей этим я делюсь с вами в своем телеграм-канале по ссылке в описании не забывайте подписываться ну давайте к теме видео если попросить меня описать патч 730 одним словом я наверное выберу слово таланты когда они только появились 700 таланты представляли себя очень грустную картину 90 процентов из них были апом статов здоровье броня атрибуты всякое такое вот такой концепции дота уходила в течение пяти лет и сейчас 730 видимо была поставлена последняя точка после сегодняшнего патча почти все таланты перестали давать статы теперь почти все из них меняют именно скиллы героев что явно лучше ну и интереснее талантом и посвящен этот патч на процентов 80 но в первую очередь поговорим не про них а про общие изменения и предметы важных общих изменения только три первое это листных предметов теперь падает пять штук они четыре мало того что это просто логично ведь в команде как бы пять героев и теперь все из них могут быть с предметами последнего тира так еще и суть лесных предметов это чуть-чуть поменяла теперь у вас намного больше шанс получить нужный предмет вот условно вам нужен титан сливер под сашу яшу когда противников куча станов отлично сейчас получить его будет намного реальнее чем раньше ну и так далее остаться с бесполезной шмоткой теперь крайне трудно следующее по важность изменения это рошан теперь второй рошан не дропает сыр это просто замедляет игру раньше второй рошан был прям кульминации игры команду била 2 рошана и и уже все почти не остановить там и шарт и сыр и аэгис куча золота скорее всего после такого уже не камбэкнуть сейчас же 2 рошан не так силен игру это замедлит скорее всего именно 3 рошан и будет концом игры ну и третье изменения это руны воды они прямо вообще не хилят только 40 вместо 80 с учетом нерфа боттла в миде теперь снова будет довольно трудно стоять на слабых лейнерах они как раньше купил боттл пособирал руны и все у тебя отличных по бесконечные теперь намного труднее в общем лесные предметы и рошан это основное что есть общего в патче не самые глобальные изменения согласитесь перейдем к предметам на каждом конечно останавливаться не буду выделим самые сильные нерфы и самые сильные апы в топ-1 нерф отправляется овен диск довольно ожидаемо нерф не то чтобы прям супер критичные ведь айтем все еще очень дешевый это его главный плюс теперь просто каждое его срабатывание увеличивает его перезарядку на игру как по мне это не то чтобы сильно влияет ведь вы все еще не знаете если урага кулдаун на него или нет и нападать на него как-то страшно но по крайней мере быстрый овен диск покупать точно не хочется он быстро просрочится поэтому вы больше будете откладывать его к лейту с учетом новой лесной шмотки которая диспелит все овен диск стал на порядок слабее топ-2 нерф это юл дает на целую 1 мана в секунду меньше когда-то давно он вообще регион под 5 маны в секунду сейчас только две с половиной герои которые берут юл это эмбер сф линаль шрак white spirit все эти герои очень нуждаются в мане это прям сильно поводарит предмету думаю многие из них будут от него отказываться линам например уже давно не покупает юл в каждой игре и часто берет бкб кристалис и другие статы ну и топ-3 нерф это для саши мелкий но плюс-минус значимый саша больше почти не обеспечивает садус резист вне саши яша покупать сашу первым слотом на коров вместо яши теперь не такая себе крутая идея сама саша яша же не стала слабее а этом все еще очень крутой перейдем капом топ-1 об отправляется мейч слэйру худшему предмету в досе он стал стоить на целую тысячу голды дешевле и не поменял свой функционал как по мне сейчас это чуть ли не лучший ранний айтем на кора с условием того что противника хотя бы один герой бьет скилами теперь мейч слэйр имеет и легкую сборку через oblivion став и кучу полезных статов для фарма речь про энерген атак спит интеллект ну и как бы рези с пассивкой которые никуда не ушли и остались за намного меньшую стоимость в общем айтем получил смысл не только на ловкачах и покупать его будут очень часто я прям в этом уверен это как ситуативная сабля условный сларк или monkey king и прочие герои которые боятся магии думаю с удовольствием будут его покупать топ-2 ап для сильвера он теперь собирается из кристалиса вместо бесполезного для лейта oblivion став а на поздних стадиях игры когда покупают сильвер в энерген с интеллектом не очень-то и сильно нужны были а вот криты до более чем круто бурстовые герои вроде хаус найта мне кажется теперь могут покупать силвер поздним слотом даже без супер сильных пассивок у противника просто ради инвиза и урона с него а этом конечно не стал им бой но явно полезнее чем раньше ну и топ-3 ап для пики слабенький но все еще ощутимый ап раньше пика вообще не рассматривалась как айтем только dragon lens и только ради статов сейчас же пика дает лишний один удар еще и длится дольше в общем чуть больше дэмэджа условная дровка думаю будет апать ее в каждой игре но в целом глобали на доте думаю это никак не скажется также поменяли доминатор 2 уровня но честно говоря ничего особенного взяли два не очень популярных айтема доминатор и владимир и совместили вместе от этого более популярными они явно не стали лучше чем раньше конечно ведь не нужно выкидывать 2000 золота на бесполезный ультимейт орб но мне кажется что все еще дорого и не очень полезно только под шестой слот игру также добавили несколько новых лесных айтемов и я честно говоря хотел бы сейчас их разобрать но тогда ролик выйдет минут на 30 поэтому посвящу им отдельное видео которое выйдет на этом канале буквально через пару дней там подробно пройдемся по каждому новому предмету ну а на сегодня с айтемами все слабый юл а им диск сильный мейшлэйр и сильвер это наши основные выводы прежде чем мы перейдем к разбору героев сделаем небольшое отступление как мне показалось многие остались недовольны патчем все ожидали нового персонажа ландшафт хотя бы новую экономику а получили парочку изменений скиллов шарды и немного новых айтемов но не стоит расстраиваться ведь на эпик лут проводится свой патч 730 для всех вас моих подписчиков они раздают целых 500 сундуков с органами внутри по секретному промокоду ну и также нового нереальный линейка кейсов и их обнову в отличие от валевской вас не разочарует ведь в каждом кейсе обновы находится аркана да и даже в кейсе за 9 рублей в общем вадим и промокод и получая лишние 15 процентов балансу повышенный шанс на аркану и конечно же один из 500 сундуков ссылка и промокод будет в описании итак вернемся к теме мы добрались до героев как я уже отметил почти все изменения это именно новые таланты под скиллы сейчас я конечно вряд ли предскажу всех самых сильных героев патча но постараюсь выделить самые интересные и значимые изменения поэтому пройдемся по пяти ролям и выделим самые сильные фиксы и самые сильные апы начнем с саппортов не будем делить их на четверку и пятерку в первую очередь смотрим на надоевших всем героев аппарата и виверну им досталось прилично для аппарата это целые лишние две секунды кулдауна на первом скилле и 20 секунд на ультимейте первого левела а именно с ним и аппарат пробегает большую часть игры герой был силен тем что он постоянно сетапит киллы своей ультой с любой части карты и почти без кулдауна 40 секунд это прям мало сейчас делать это на 50 процентов труднее кулдаун уже 60 секунд и на ранней стадии аппарат уже будет не таким сильным как контрмера хиллу герой все еще актуален но как фп-саппорт скорее всего вряд ли уверенно же много всего в первую очередь меньше рэнджи на первом скилле и ультимейте держать позицию будет явно труднее во вторую очередь это хил он теперь и кулдаунится дольше и хилит значительно меньше клейту на 1 процент меньше базовая и еще минус полтора процента с таланта когда у цели большой запас хп колдембрейс больше не будет хилить почти 100 процентов здоровья под холилокетом так что на ранней стадии он все еще сильный но вот клейту будет уже не таким ощутимым ну и также порезали урон в талантах и ловкость герой получился слабее на любой роли как core и как саппорт популярная нынче белка также получила порцию своих нерфов меньше мукспида значительно меньше моментального урона меньше хп в талантах досталось также популярному лиону но далеко не так сильно чуть меньше брони меньше радиус на стане меньше урона с аганима который правда никто не покупал не очень значимо но на фоне других саппортов ли он может и подвыпасть а ведь других саппортов апнули довольно сильно причем многих например взять бэйна для него ланинг был не самой сильной стороной контроля нет выживать нечем урона нормального тоже нет сейчас же снизили монокосты на второй скилл на всех уровнях что супер важно а также добавили урон третьему скиллу который на ланинге явно поможет сделать пару лишних киллов плюс ульта теперь кастуется в два раза быстрее и у врага почти нет шансов успеть реагировать бэйн стал очень сильным героем настолько же зелен как ни странно чем этот герой всегда был супер слаб в лейте он зелен только пушим скрипами сейчас же чен ударен и сильнейший лейтовый аганим он может спасти всю команду от любого контроля с любой точки карты финс гриб рп рэвэ шейкер все что угодно теперь сводится на нет одним ченом с аганимом у героя появился лейт потенциал и уверены это не останется незамеченным плюс как бы старый аганим теперь шард за полторы тысячи золота неслабо знаете ли в эту же строчку можно отнести лича для него основной апп это кастренж третьего скилла раньше вам очень не хотелось оставлять гейс в один ведь тогда у него почти нет кастренджа а если качать гейс то у вас мало урона сейчас же гейс имеет огромный кастрендж уже на первом уровне да еще и мана почти не стоит уже на втором левеле лич может почти бесплатно застанет героя с огромной рэнжи еще и чайник теперь летает быстрее в общем как контрмера физическому урону лич хорошая замена вверни очень сильно апнули рубика он теперь имеет на целых 6 секунд ниже кулдауна на ультимейте на первом левеле и на 4 секунды на последнем это как бы 40 процентов плюс на 15 левеле рубик имеет ламп на бесплатный акторин для любого украденного скилла сами понимаете насколько это полезно не только для больших ультимейтов вроде блокола но и для обычных станов которые будут длиться дольше еще и кулдауница меньше дожить до 15 до рубики и все импакты от вас будет перантон на не такой бесполезный теперь и сайленсер раньше это был герой с одной кнопкой который больше ничего в игре не делает сейчас же на двадцать пятом сайленсер имеет практически doom без кулдауна не думаю правда что саппорт доживет до такого левела но вот кору сайленсера сейчас возможно заиграет возьмете себе 25 левел и будет и бывать любого героя который не может нажать бкб и саппортов на самом деле минорные апы у очень многих героев венга например наконец-то сбивает блинки ультой и вообще совет союзника от половины урона андайнг получает минус монокост на самом главном скриде ланинга варлок на 15 уровне может поставить третий скилл под башню противника и команда спушит ее за 5 секунд даже вот такие вот апы для дисраптора более чем ощутимы ведь попасть забором без глимса теперь реально а еще и замедление ощутимое на первом скилле убить кого-то на линии будет в тысячу раз проще все эти саппорты я уверен заменят старых аппарата виверну белку и нчу и будут играть в той или иной мире напоследок темы саппортов скажу вам страшную тайну тинкер теперь тоже саппорт ну это почти сто процентов у него убрали маршив шард и теперь его нужно покупать и до 20 минуты тинкер не сможет фармить сейвова да лазер бьет вауе и как бы фармить можно но вы это делаете уже не с кустов нужно идти пешком до крипов подставляться нажимать скиллы в крипов в общем никаком фарме уже речи не идет зато больше не нужно покупать травела ведь они у вас пассивные особенно на третьем уровне это факту травела второго левела ну и матрица теперь у вас это обычный скилл который на ленинге может облегчить жизнь еще тима в общем как по мне это теперь жадная четверка травела больше не нужны ланинг хороший фармить как корни будете доживете дилейта и будете очень сильным героем скорее всего именно так тинкеры будет играться ну перейдем к тройкам начнем также с нервов их получилось довольно много в первую очередь хорошие новости бурда вышла из игры больше бы не встретите не на оффлейне не на миде ну скорее всего убить героя стало в разы проще ведь теперь бруда теряет весь му спит если начать ее бить как только не упадает хп она уже от вас не уйдет бесконечный урон с ульты теперь не такой страшный ведь ульта стоит больше маны и дамажит меньше а и баланс на гоним заменили на чуток странный и не очень полезный скилл в общем можно выдохнуть и попрощаться с этим героем скорее всего ближайшем будущем никто не будет мне играть досталось также марсу его арена теперь имеет аж на 50 процентов больше кулдауна на последнем левеле 60 секунд до 90 плюс пропали все таланты на статы нет больше урона нет брони все работает только на скил и интересно конечно но для марса вышло слабее чем было фармить за счет копья конечно можно с меньшим кулдауном но драться будет труднее а для тройки это плохо по всем фронтам досталось тайду здесь меньше минус армора здесь меньше урона с якоря здесь кулдаун повыше да еще на 25 уровне талант не такой крутой как был раньше на общем фоне герой опять же не такой-то и сильный много урона потерял тимбер на ранних уровнях прям очень много минус целых 30 дэмэджа с чина еще минус 30 дэмэджа на первом скилле это прям супер ощутимо еще и талант на кулдауна сейчас клейту в общем герой тоже на голову слабее подрезали драгоннайта не то что бы сильно но хоть как-то чуть меньше региона с пассивки стан короче на долю секунды резист с аганима конечно сильно пострадал но в целом герой все еще более чем играбелен ощутимо досталось аксу он потерял свой коронный билд с мантой теперь это снова обычная флэнер с блинком и блэдмейлом как керри мы точно больше мы не увидим как у флэнера возможно но уже не так часто также пришел бэк теперь замедляет слабее и аганим не у нее такой сильный более чем ощутимо досталось нюксу здесь и минус 1 сила на начальном уровне и минус ловкость и минус пол хапоригена еще и с аганима на 50 процентов меньше хапоригенит в общем по всем фронтам герой стал чуть слабее и другие оффлайнеры будучи особо вмещать ты четверки тоже как видите многие оффлайнеры получили немного нерфов и скорее всего отойдут на задний план особенно если учесть что ап у некоторых героев куда более значимы например у даунбрейкера она получила кучу талантов для урона теперь можно иметь и талант на урон крита и два заряда на старбрейкер еще и талант на пассивку и талант на урон старбрейкера все четыре таланты на урон а еще и бкб халявная в шарде все это очень сильно как герои поддержки у домбрейкера тоже теперь есть аганим очень сильный аганим скажу вам как минимум потому что теперь вы можете давать кучу хила на протяжении 6 секунд это 720 хп на одного человека с холли локетом больше 1000 на пятерых 5000 хп плюс как бы 60 процентов миссов в общем команда вам точно скажет спасибо за такое гоним против физ урона это прям имба стройки или даже четверки вы можете вынести его очень быстро и выигрывать любую драку как по мне сейчас также очень силен титан он раньше был сильным а теперь не получил нерфов зато получил лишние две секунды на бафе с духа это лишние две секунды бкб с аганимом лишние две секунды огромного урона брони в общем прям ощутимо для этого героя титан супер сильный пангольер получил приятные изменения теперь второй скил у вас почти без кулдауна 10 длится 11 кулдауница плюс он замедляет это дает вам много возможностей надмер на линии вам больше не нужно рассчитывать на пассивку нажали второй скилл получили контроль никого рандома в ультимейте вас закате теперь тоже в разы труднее быть вы замедляете всех на 40 процентов раньше вы с руки бить не могли в ультимейте в общем играть стало явно легче ну и напоследок отмечу андерлорда с ними не очень все понятно его как бы под нерф или но при этом дали новый аганим он вроде как сильные но вроде как и сомнительные ведь на нем ограниченный радиус и вы не сможете из любой точки карты лететь на базу скажем и плюс на этом скилле огромный кулдаун в общем либо герой будет играться с этим аганимом уверенно либо наоборот станет менее популярным ну думаю пора переходить к мидерам здесь напомню мы уже лишились бруды и тинкера их мы вряд ли встретим в ближайшем будущем популярной темп ларке тоже досталось теперь она слабее фармит стаки ветерам пси-блейдов падает с каждой целью и на ранней стадии это замедлит ее фарм а фарм это главная сила темп ларке и нерв возможно выбитой из игры плюс аганим законтрить легче и раньше на пси-блейдах меньше и герой стал не таким то уже и сильным пострадал также сф ну скорее магический сф у него и ул стал заметно слабее самый сф потерял талант на кулдаун редакшн данный ульту он конечно есть но накалы бкб и прочей шмоткой он не работает кайлы к 20 уровня теперь дамажит меньше в общем все это не очень круто при условии что сф и так-то не очень-то и силен был зато теперь встречи сф имеет хоть что-то для урона с руки а именно шар лучше чем ничего и думаю если сф и будет играться то именно с физ уроном чуть слабее стал пак ему и вич дает подрезали лишние полсекунды на кулдауне шифта накинули и койл теперь не сбывает всякие блэкхолы в общем герой нормальный но уже не тир-1 с более-менее ощутимыми нерфами в миде на самом-то деле и все перейдем к опам здесь в первую очередь выделился будет спирит у него плюс 100 урона за каждую ульту на третьем левеле это прям очень много при условии что кулдаун к такому уровню уже маленький тем более что и ремнант контролить теперь больше времени и маны стоит меньше а еще на левел 10 довольно сильный талант на лишние 60 урона для ранней стадии довольно ощутимо для прокаста в общем убивать героев теперь намного реальнее отличилась также копа которая давно уже не играется мне теперь бесплатный хилл на даггере портать вас видом намного труднее кинули даггер считайте что съели танго даже лучше плюс у вас лишние три урона с руки для мидеров это супер важно кайсить будет легче поменяли клинза причем непонятно пока в какую сторону больше он не может убивать в соло ведь стрейфа больше нет зато теперь это более фармящий командный герой новый скил позволяет и убивать стаки крипов и линию быстро фармить и давать тонну урона но только под контроль союзников не исключу что больше клинкс не будет играться в миде а скорее всего будет кором который будет фармить за счет первого скилла и выигрывать драку одной кнопкой ну и вроде на самом деле все для мидеров больше ничего особенного и нет остались только керри здесь сразу давайте к наболевшему луна больше не актуально ну актуально наверное но уже не так сильно бим теперь обязательно нужно вкачивать ведь иначе на нем очень большой кулдаун и до приличного левела вы по-любому будете чем-то жертвовать либо ауру вас не будет либо бим либо ну клей вы что неприемлемо клей вы теперь имеют меньше урона и чтобы компенсировать это вы обязаны брать талант на левел 10 на них лишаясь талант на стан на 25 уровне у вас больше нет такой дикой выживаемости и вместо этого лишние 35 урона для команды что как бы так себе для керри в общем герой уже не такой крутой явно других прямо ощутимых нерфов у керри вроде как и нет есть конечно террор blade которого не очень все приятно например ему брали талант на левел 25 на раньше таки а именно за счет него тб в лейте играл убрали мувспит для фарма ловкость уменьшили террор blade в общем стал слабее причем ощутимо зато у других героев есть очень сильные бафы например встречайте тир один керри нового патча сларк получил все чего не хватало новую крутую шмотку в лице мейш лейра уменьшенный кулдаун дарк пакта уже на левел 10 супер важный план для старка ведь он может драться только дар пакта до дар пакта ну и минус 5 секунд и кулдаун ультимейта и что самое важное лейт его урон которого сларка мало а именно лишняя одна ловкость за удар с пассивки на левел 20 все чего не хватало герою уверен сларк будет очень сильным ну или вот еще monkey king теперь имеет почти бесплатный старый шард который позволяет намного быстрее передвигаться по карте и фармить вампиризм на первом уровне стал намного ощутимей а первый уровень был как раз слабым место monkey king а новый шард решает проблемы с выживаемостью героя частично ну и дополнительное время стана уже на левел 10 все это уверенно сделает мк более чем грабельным героем также сюда можно ставить гирокоптера он раньше был не слабым сейчас же в целом ничего не потерял а получила минус 30 секунд кулдауна на ультимейте на третий левеле и куча талантов на флаг здесь и количество ударов и кулдаун и радиус в общем 4 полезных таланта для керри у гирокоптера такого раньше не было последним скажу про войда он лишился своей главной фишки талантов на хп раньше именно не делали его сильным на смену им пришли другие таланты довольно интересные кстати например лишний хил с первого скилла кулдауна первом скилле уже на пятнадцатом они на двадцатом ну и как бы то на так спида на двадцатом немало знаете ли в общем есть шанс что новые таланты кажутся не хуже старых и вот снова будет играть ну с основными героями вроде все уверен что хоть кто-то из этого списка будет хорошо играть доту проверим это в ближайшем времени через день на этом канале выйдет еще одно видео про новый патч в котором мы разберем новые лесные айтемы подписывайтесь чтобы не пропускать ну а на сегодня с вами прощаюсь большое спасибо за просмотр и удачи